Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Ритейл нашего времени». С вами я, ее ведущая Алина Харитонова и мой коллега Алексей Никитин. Здравствуйте! А у нас в гостях сегодня Игорь Круглик, генеральный директор компании «Димрус». Здравствуйте, Игорь! Добрый день, Алина! Добрый день, Алексей! Добрый день, уважаемые телезрители! Спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Игорь, поскольку наша передача о современном ритейле, мы хотели бы, чтобы для наших телезрителей было более понятно, какую компанию вы представляете? Расскажите, пожалуйста, нам о своей сети. С удовольствием. Я представляю компанию, которая развивает марку «Дим». Марка «Дим» появилась в России достаточно давно, где-то с середины 90-х годов. Долгое время я в нашей компании представлял здесь наши дистрибьюторы. В 2009 году французский офис компании «Дим» принял решение об открытии собственного представительства. И в 2009 году было открыто представительство генеральным директором, которым я и являюсь. На сегодняшний момент в России присутствует около 50 торговых точек, которые представлены во многих городах нашей страны. Мы управляем собственным единственным магазином, который расположен в Москве. С оставшимся магазином мы работаем по системе франчайзинга. То есть в каждом из городов у нас есть свои партнеры, с которыми заключены договора о коммерческой концессии. И которые осуществляют продажи в розничных торговых точках под маркой «Дим» нашу продукцию. Вот таким образом в сегодняшний момент выстроены наши взаимоотношения в России, представлена марка. И у нас есть, конечно, планы по развитию, о которых я думаю, что мы сегодня тоже с вами поговорим. Но вот такова сегодня структура нашего бизнеса. Магазины «Дим» – это магазины нижнего белья. Да, конечно же. Марка «Дим» была создана во Франции, очень порядка где-то в 50-х годах. И изначально… Это французская марка, французские товары. И изначально это было известно в марке, которая была известна своим челочечно-носочными изделиями. Со временем ассортимент расширялся. И на сегодня мы присутствуем в категориях женского белья, корсетного и ежедневного белья, мужского белья и челочечно-носочных изделий. Что касается самой продукции, то на сегодняшний момент часть продукции изготавливается непосредственно во Франции. Часть продукции изготавливается и шьется уже в странах, где большая часть в сегодняшний момент производится текстильных изделий. Это страны юго-восточной Азии. Но в магазине представлена только марка «Дим». Да. Никаких других марок нет. Нет. На сегодняшний момент это монобрендовые магазины, в которых представлена марка «Дим». Вот всех трех категорий, которых я упомянул. И мы не развиваем никакие другие марки, это монобрендовые магазины. Ну, вообще, на самом деле, такое первичное понятие о сетях магазинов нижнего белья, что они в основном нацелены только на, исключительно на женщин. Потому что все сети, которые, ну, по крайней мере, в Москве мы видим, чаще всего это женское белье, в меньшей степени мужское. И, ну, не всегда даже бывают и челочно-носочные изделия. А вот в данном случае у вас, как вам удается сочетать… А кто ваш клиент? Как вам удается? В основной галле, какой вы считаете? Может быть, скажу банальность, но наши клиенты все, кто носят нижнее белье. Алексей, ты как сегодня? Отлично. Вот, поэтому в этом смысле нам интересны все категории. И мужчины тоже, хотя, наверное, не все мужчины чувствуют себя комфортно и ловко, когда начинают говорить о нижнем белье. Потому что для многих мужчин это, скорее, такой утилитарный абсолютный предмет, не носящий в себе никакого дополнительного значения с точки зрения моды, может быть, каких-то технологий, инноваций. Вы знаете, я, наверное, тоже относился к числу таких же потребителей какое-то время назад, до тех пор, пока… Не занялись этим бизнесом. Да, не пришел в этот бизнес и не начал разбираться во всех деталях и нюансах. Поэтому сейчас я вам могу рассказать и про мужское белье, в чем технология инноваций, и про женское белье о том… То есть все-таки бизнес мужского белья, он существует. Мужчины белье носят, покупают. Безусловно. И вы будете удивлены, но там тоже есть инновации, там тоже есть технологии. У нас во Франции есть центр специальных разработок, который тестирует, можно сказать… Там прочность? Нет, тестирует модели будущего. Вы не поверите, о каких моделях иногда идет речь, какие модели нам презентуют. И это делается очень с точки зрения привлечения всех технологий. Мы можем видеть те разработки, которые могут появиться через год, пять, десять о том, что женщина, может быть, еще пока не знает, или мужчина, но возможно будут использовать. Поэтому белье – это не только фэшн, не только красота, но это в большей степени для женщин. Но это во многом удобство и комфорт при ежедневной носке. А это очень важный фактор. И поэтому мы, и Марк и Дим всегда известны, в первую очередь, своими инновационными продуктами и фокусом именно на комфортном ношении, комфортной носке при ежедневном использовании. Это то, на что мы делаем акцент. А вот внутри торговой точки как распределяется пространство для мужского белья, женского белья и чулочного, носочного? Какой процент занимают мальчики, девочки и носочки? Наверное, 100% наших магазинов – это все-таки для женщин. Не то, что там есть, конечно же, половина. Ну вот и как заходить мужчинам? Да, половина сочинами. Можно же неправильно вообще понять, кто зашел. Но исследования, которые мы проводили, они показывают о том, что до 80% мужского ассортимента, покупок мужского белья, производится женщинами. Женщины наши заботятся не только о себе красивых. Они, конечно, хотят быть красивыми, привлекательными. Это, кстати, один из самых важных критериев при выборе белья. Но они заботятся и о своих мужчинах. И я думаю, что то белье, которое мы высказываем и для мужчин, с точки зрения фэшена, дизайна, сочетания цветов – это, я бы сказал, что одна из исключительных, наверное, других таких аналогов найдете на рынке России не очень много. Я, честно говоря, даже так и не вспомню. Вот у вас есть какие-то основные конкуренты. Есть у вас очень достойные конкуренты. Есть у нас очень достойные конкуренты, которые, можно сказать, что даже на российском рынке на сегодняшний момент идут впереди нас. С точки зрения организации, допустим, уровня управления своими магазинами, выбора, месторасположения в магазинах. И это итальянская марка Intimissimi, это и французская марка Itam. Да, да, да. И есть и немецкая марка Triumph. То есть рынок достаточно плотный, очень заполненный. Помимо монобрендовых магазинов, которые подлежат собственным торговым маркам, есть много бельевых магазинов, которые мультибрендовые, так называемые, в которых присутствует определенный сегмент. Несколько марок, и которые тоже находят своего покупателя. И если интересно, я думаю, что можно в двух словах сказать, в чем разница между этими двумя концептами. И каковы, может быть, перспективы их в дальнейшем. Первые бельевые магазины, которые появились в России, которые представили очень хороший выбор продукции, ассортимент, они все-таки были мультибрендовыми. И есть известная компания, которую, я думаю, что все на слуху или слышали, или видели, которая развивала сеть этих магазинов, которая предлагала в разном ценовом сегменте различные предложения. Потом так получилось, что в связи с кризисом у них дела пошли плохо. Но это был очень успешный концепт на практически свободном растущем рынке в середине 2000-х годов. И была очень успешная бизнес-модель. И они до сих пор присутствуют, эти магазины, на рынке. Я думаю, что и будут развиваться. Но здесь упор делается несколько и на иное. Здесь делается упор на представленность различных брендов и возможность выбора различных направлений с точки зрения дизайна, различных моделей с точки зрения их технологии пошива. Очень часто говорят эти женщины, вот мне эта марка не садится. Вот садится или не садится, это иногда такое предупреждение, которое все-таки существует в нашем бизнесе. Все садится. В общем, все гораздо проще. В общем, все садится. Да, все садится. Все гораздо проще. Ну, кто вам белье-то покупает в конце концов? Но здесь с точки зрения развития мультибрендовых магазинов есть, конечно, и свои определенные сложности, и я бы сказал минусы. Потому что предпочтения потребителей, они формируются не только к названию бренда, но и к самой марке. Очень многое, большое имеет значение при выборе, особенно белья, а это предмет, который ближе всего к нашему телу. Не телефон, как многие думают. Да, у многих, да. А белье, это ближе всего к нашему телу. Это очень много значит, и люди много, большое предаёт значение тому, что из себя представляет ценности этого бренда, на что они ориентируются, какова их целевая аудитория, какая коммуникация идёт потребителю. А вот о ценностях бренда, это очень важно. И в этом смысле любой бренд, именно монобренд, он более предпочтителен, и я думаю, что в дальнейшей перспективе, в более дальней перспективе, это то, что позволит удержать и завоевать новые потребители, и увеличивать круг своих покупателей для того, чтобы расти, увеличивать продажи, дистрибуцию, предлагать новые модели. И это, я бы сказал, с точки зрения ритейла, более перспективная модель бизнеса, по крайней мере, на бельевом рынке, это именно монобрендовые магазины. Вы сказали, ваших магазинов 50. Да. А в Москве? В Москве на сегодняшний момент 9 магазинов, один из которых управляется непосредственной компанией «Дим Рус». Но мы понимаем, что этого недостаточно в России, и те исследования, которые мы проводили, а мы используем исследования российского рынка, чтобы определить потенциал развития марки, отношение к ней потребителей, что они не думают, в том числе в сравнении с конкурентами, говорят нам о том, что на сегодняшний момент недостаточное количество магазинов, недостаточная дистрибуция, и потребители просто не могут найти наш продукт, потому что на сегодня 9 магазинов для Москвы это недостаточно. Это очень мало. Это какие-то крупные торговые центры? В основном, да. У нас нет практически стрит-ритейла, это крупные торговые центры, и мы хотим увеличить количество магазинов, которые будут на сегодняшний момент в Москве и в Санкт-Петербурге. Сегодня уже в наших планах открытие в октябре открывается два новых магазина, которые будут управляться непосредственно компанией «Дим Рус». В ближайшее время еще, наверное, два откроются, и мы уже на стадии заключения подписания контрактов о резервировании места, и мы будем представлены в новых торговых центрах, открывающихся. И в наших планах увеличивать и в дальнейшем собственное присутствие в сети собственных магазинов в Москве. Но здесь мы иногда наталкиваемся на проблему, которая, я думаю, характерна для многих компаний, которые работают в ритейле. Это доступность торговых площадей, стоимость аренды, трафик, который необходим для того, чтобы магазин был рентабельным. Ну и на самом деле мне все равно еще интересно… Нет, я вот тоже не пойму, на самом деле. Ну, я что-то так сейчас сижу, вспоминаю, да, то есть очень много есть действительно марок, да, в разделе нижнего белья. А где российские-то производители просто, соответственно, российские-то что-то производят? Или в России все ходили бы без трусов, так сказать, по большому счету? Российские производители, конечно же, есть, но ни одного российского бренда нет. Это просто производители. То есть они производят под брендами тех компаний, получается, что ли? Я думаю, что, наверное, это наследие идет к нам еще со советских времен, когда… Семейные тросы были парадными и выходными. Семейные тросы не имеют брендов. Игорь, Алексей, я предлагаю нам все-таки вернуться к деловой части нашей беседы. И в первой части программы мы определились, что конкуренция, на самом деле, у рынка нижнего белья, она есть, и она достаточно жесткая. Но то, как работать с целевой аудиторией, вообще, что сделать для того, чтобы выделиться и, скажем так, не только закрепиться, но и развиться на этом рынке, я предлагаю нам поговорить после рекламы. А сейчас, дорогие телезрители, прервемся на рекламу. Генеральный партнер программы – компания «Лидер Тим». Комплекс инноваций. Единые стандарты по всей России. Партнер программы – компания «Л-7». Ваш бизнес в новом качестве. Информационный партнер программы – журнал «Маркетинг-менеджмент». Лучшие идеи для вашего бизнеса. Еще раз здравствуйте, дорогие телезрители. Напоминаю вам, что вы смотрите программу «Ритейл нашего времени». В студии ее ведущая я, Алина Харитонова, и мой коллега Алексей Никитин. Да, а у нас в гостях сегодня Игорь Круглик, генеральный директор компании «Дим Рус». Еще раз здравствуйте. Мы в первой части нашей программы говорили о том, что существует все-таки конкуренция на рынке нижнего белья. И Игорь нам активно рассказывал о том, как правильно управлять бизнесом нижнего белья. Но во второй части программы я все-таки нам предлагаю поговорить не только о потребителях, но я бы еще все-таки поговорила о том, как правильно сформировать свое предложение, как правильно общаться с потребителем, как увеличивать трафик, средний чек, какие программы использовать. И этому посвятить нашу вторую часть программы. Да, может быть тогда Игорь начнете, расскажете нам, соответственно, что сейчас делается для привлечения клиента и кто вообще ваш клиент. Да, ну я думаю, что нужно начать с того, чтобы понять теоретически, кто может быть или кто должен быть нашим клиентом, проводятся исследования. Это исследование, которое тестирует узнаваемость бренда, определяет предпочтения потребителей, что им нравится, где они предпочитают покупать, как должен быть выглядеть магазин, какой ассортимент они хотят купить и какие ключевые критерии выбора продукции они используют при осуществлении выбора. И, исходя из этого, формируется тогда уже ассортимент продукции, который направлен на то, чтобы удовлетворить потребности нашей целевой аудитории. И это, наверное, одна из самых важных частей – это формирование ассортимента, который действительно отвечает потребностям и предпочтениям именно российских потребителей. Когда есть ассортимент, его нужно поставить в магазин, и дальше уже вопрос возникает, как работать с нашим потребителем, как его привлечь в магазин, как сделать так, что те люди, которые зашли в магазин, стали покупателями, и как покупатели, которые сделали разовую покупку, становятся лояльными покупателями и возвращались и делали повторные покупки. Вот в этом, наверное, и есть вся технология ритейла. Не думаю, что не только в сегменте белья, но и во многих других сферах бизнеса. Ну, как у вас это все происходит? Ну, первое, что, наверное, является азбукой для любого ритейла – это месторасположение магазинов, где есть необходимый поток посетителей. Мы называем это трафик, где есть необходимый трафик посетителей для того, чтобы иметь достаточное количество людей, которые, проходя мимо магазина, зайдут и увидят его. Это первая часть формирования потоков посетителей. Вторая часть – это привлечь заинтересованную публику. То есть не только те, которые, заходя непосредственно в сам торговый центр, либо проходя мимо магазина, привлечь другую публику, которая придет целенаправленно в этот магазин, но которая не знала, что этот магазин находится здесь. Это так называемая геолокация. Это размещение рекоменда... Те, кто ищет магазин конкретный. Да. Те, кто знают рент. Да, через интернет забили. Либо те, кто ищет магазин белья. И для этого, как правило, в ближайшей досягаемости магазина размещается наружная реклама, которая позволяет направить поток посетителей, именно целевую аудиторию, которая ищет белье, либо знает марку, непосредственно в магазин. Это второй принцип формирования потоков непосредственно в магазин. Ну и третий, это средство массовой коммуникации, которое уже коммуницирует и формирует лояльность потребителей и заинтересованность в самом бренде, в самом продукте. То есть человек не знает, где магазин, он тоже где-то что-то покупает, но вот он увидел рекламу в средствах массовой информации, это может быть аудор, это может быть пресс, это может быть телевидение, и захотел это купить. И наша задача тогда уже не потерять вот этого целевой аудитории, направить его в наш магазин. Поэтому формирование потока посетителя, оно разделено на несколько этапов. Ну, предположим, что мы сформировали этот поток, человек пришел в магазин, первое, что... Это же продавец, консультант, наверное, должен быть еще, нет? Да, безусловно. Но первое, что нужно сделать, это в любом магазине нужно посчитать, а сколько же пришло человек в магазин. Поэтому есть счетчики, которые считают, кто приходит, вернее, никто. Кто, наверное, не приходит. Несчастье пока не приходит. Подождите, 80% приходят женщин, как это вы не знаете? Да, которые считают, когда приходят. В какое время. Да, в какое время. Исходя из этого, выстраиваются графики работы магазинов, и в том числе направление работы персонала. И когда человек зашел в магазин, естественно, тут уже очень многое зависит от непосредственно продавца, консультанта, который работает с покупателем. У каждой компании своя технология работы. А у вас больше женщины? Продавцы, консультанты или мужчины? Да, безусловно, у нас женщины, потому что 80% наших посетителей – это женщины. Есть 20% мужчин, которые заходят в магазин, быстро покупают. Они все-таки есть. А у вас больше мужчин, может быть, женщины бы лучше пошли бы? Вы попробовали такое? Мы попробуем. Мы попробуем. Но вот те 20% мужчин, которые к нам заходят, они, как правило, либо заходят… Быстро. На женщин, просто, да? Да, либо вместе с женщиной, либо заходят быстро, покупают и уходят. Купить носки, и вытянут трусы, и выйти. Поэтому я бы сказал, что большая часть нашей коммуникации, она направлена все-таки на женщин. И продавцы, и консультанты у нас женщины, и ориентированы мы на покупательский тип. И оформление магазинов тоже зачастую для женщин? Ну, оформление магазина, оно в нашей… Нет, ну подождите, ну подождите. Я бы сказал, что оформление магазинов, оно больше соответствует имиджу бренда, его ценностям и некому такому общему восприятию бренда. Дима воспринимается как бренд инновационный, приносящий комфорт. И наши тона, в которых оформлены магазины, это бежевый и черный. Черный – это наш основной цвет, и логотип у нас тоже черного цвета. А мне знаете, что интересно, Игорь? Если я прихожу в магазин, допустим, купить себе белье, и я забочусь о своем мужчине, я хочу приобрести ему. Мне было бы, конечно, очень комфортно, если бы мое белье висело бы прямо совсем рядом. Например, я покупаю себе какой-нибудь, не знаю, хлопковый бра, например, или хлопковые какие-нибудь трусики, и тут же я могу купить такого же цвета, например, своему мужу, молодому человеку белье. Вот принцип мерчендайзинга, он как-то учитывает желание женщины, ну вот если мы говорим о женщине, как одеть своего мужчину. Я думаю, что в категории, просто для меня Дим – это комфортное белье, я говорю там откровенно. У меня не было никогда белья Дим, кружевного, либо корсетного, но было очень много вот этого комфортного слипов, хлопковых стрингов и прочего. Этого очень много. Точно так же и мужского белья. Ничего не могу сказать. Удобно, да? Вы правильно подметили, это так на самом деле, но у нас не универмаг, там нельзя потеряться. Поэтому принцип расположения мерчендайзинга, продукции, он не имеет таких критериев, что вот женское, рядом должно быть обязательно мужское, такого же цвета. В первую очередь мы направлены на то, чтобы мужчина, заходящий для того, чтобы пить себе белье, должен найти его и чувствовать себя комфортно. То есть о 20% все-таки заботы есть. А в отношении женщин действует другая технология. Если женщина останется довольна при выборе белья для себя, то я думаю, что она, безусловно, захочет сделать подарок своему любимому мужчине и сделать два или три шага в сторону и найти такой же продукт, это не составит труда никакого. Есть ли мужчины, которые покупают белья для себя? Но есть вообще все-таки, вот у меня, я еще раз задам вопрос, есть ли все-таки единые коллекции? Есть коллекция, там, не знаю. Безусловно, то есть мама, папа, сын есть? Да, 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 есть и носки туда же. Конечно, конечно. Хорошо, я вам сейчас скажу, что так, конечно, есть. Есть так называемые коллекции, которые выходят специально в сотрудничестве с определенными дизайнерами. Допустим, предыдущая коллекция, которая была в магазинах Димы, это в сотрудничестве с французским дизайнером Анисби. И буквально в ноябре у нас появляется коллекция в сотрудничестве с дизайнером Кошарель. Я думаю, что марка известная. И вот здесь вы можете прийти в наш магазин, выбрать абсолютно одинаковый принт, белья, колгот, для колгот и женского белья для себя. И такое же есть белье с таким же принтом для мужчин. Прекрасно, я довольна. Ну, смотрите, с ассортиментом понятно, мы его, в общем-то, увидели, поняли, как выложен, что сделано. А что делают продавцы, консультанты, вот те самые женщины в вашем магазине? Нет, ну он должен быть, сколько высокая квалификация должна быть. Потому что наверняка же, ну, может мужчина же зайти и сказать, я хочу сделать своей девушке подарок. Она должна как-то определить, он же мало, наверное, что-то знает. Есть какая-то, не знаю, там, технология в этом? Вы правильно заметили, что Дима – это комфортное белье, инновационное белье. И принцип консультирования в наших магазинах, он несколько отличается, наверное, от магазинов обычного белья, которые направлены на кружевное белье, вот корсетное белье. Там все просто, вы увидели, вам понравился цвет, вам понравилась расцветка, вам понравилась модель, вы ее купили. У нас нет белья, которое бы, вот, вот, все, вот, хочу вот это, потому что оно очень красивое. У нас есть белье для ежедневной носки, оно очень комфортное, но скромное и достаточно доступное. У нас есть бесшовное белье, которое для тех людей, ну, для женщин, которые хотят чувствовать еще с большим комфортом, оно чуть подороже. У нас есть белье с специфическими функциями для женщин с большой грудью. У нас есть продукция, так называемый бюстгальтер-бьюти-лифт, который позволяет улучшать циркуляцию крови и кровообращения именно для женщин в груди. То есть консультирование продукта продавцами осуществляется, исходя из функциональных потребностей потребителя, женщины. Я поняла, да, я поняла, но смотрите, здесь тогда... Красота все просто, вы пришли, увидели, вам понравилось, купили. Хорошо, здесь тогда другой вопрос. Если настолько, скажем так, сложный, сложный ориентир, ну, не сложный, он, наверное, правильный, фокусный ориентир на потребности каждого конкретного покупателя, то как тогда увеличить средний чек, к примеру? Вот так, если, например, я пришла за конкретно, я знаю, что в Диме есть бюстгальтер, который мне нужен, я за ним пришла. Но к этому продукту вы обязательно приобретете в том, может быть, колготы, вы приобретете набор трусов для, так называемой, недельки, или как можно их угодно назвать, которые для ежедневных, которые не обязательно должны комбинироваться с корсетным бельем. Это работа продавца. Он выясняет потребности зашедшего покупателя, он рекомендует ему продукты, в первую очередь тот продукт, который ему нужен. И когда человек доволен, когда он действительно понимает, что он нашел то, что ему нужно, он понимает, что это то белье, которое я хочу. Почему бы ему в этот момент не предложить купить продукты, которых, возможно, у него нет текущей потребности, но у которых он не откажется, потому что он удовлетворен уровнем обслуживания, он нашел то белье, которое он хотел, и в этот момент на этой позитивной волне действительно предложение обратить внимание на сопутствующий ассортимент, на другую категорию, сделать подарок своему мужчине, это то, что должны делать продавцы, и то, на что направлена их работа. И это позволяет... Вот мы и узнали, на самом деле, все секреты успешного бизнеса бельевых магазинов монобрендовых. Я вынуждена все-таки в очередной раз сказать, что время нашей программы, оно подошло к концу, несмотря на то, что нам казалось, что его еще очень много, очень жаль. И тем не менее, у нас есть определенное видение. Нам теперь понятно, ну, по крайней мере, мне понятно, что на бельевом рынке конкуренция жесткая. Мужчин, несмотря на то, что 20%, они все равно ходят в магазин за нижним... Да, они есть, и они ходят в магазин за нижним бельем. Ну, и целевой аудиторией, прежде всего, конечно же, является женщина при выборе белья. Игорь, а теперь ваше пожелание нашим телезрителям. Я бы хотел пожелать, чтобы наши телезрители всегда чувствовали себя счастливыми, всегда нашли, возможно, доставлять себе удовольствие. И приходите к нам в магазины за удовольствием. Спасибо. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что вы смотрели программу «Ритейл нашего времени». В студии были ведущие я, Алина Харитонова, и мой коллега Алексей Никитин. А у нас в гостях был Игорь Круглик, генеральный директор компании «Дим Рус». Спасибо, Игорь. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова